В России заявили о возрождении автомобильного производства. На конвейер поставлен легендарный москвич. Но какая горькая правда кроется в этой железной коробке на колесах? Об этом в новом выпуске давайте проверим. Я Олег Борисов. Поехали! В России новый повод для гордости. В серийное производство запустили москвичи. Чисто белый как символ нового начинания. Москвич М3 пока сходит с конвейера только в одном цвете и в одной комплектации. Совершенно новые автомобили под хорошо знакомым старым брендом. Сегодня состоялся запуск производства автомобилей Москвич 3 в будущем. Уже в ближайшем будущем до конца текущего года здесь планируют начать выпуск электрокаров Москвич 3Е, которые смогут проехать на одной зарядке примерно 400 километров. И нет, чтобы придумать новенькое название. Они и тут решили пропитать все культом СССР. Могли бы, например, посовременнее, не знаю, Мерс Квич или Кремль Крузер. Небольшой переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором, вполне вместительный и со всем необходимым современным функционалом. Есть люк, диодная оптика, медиасистема, USB-разъемы, стеклоподъемники электрические в салоне, экран, руль с кнопками управления. Всего шесть месяцев потребовалось, чтобы наладить производство после ухода Ренон. Да, все верно. Сугубо российское авто произведено на мощностях французского завода Рено. Компания покинула Россию, а предприятия, конечно, благополучно отжали. И вот спустя время презентуют, что же у них там получилось собрать. Посвятить лицом на ивент приехал даже мэр Москвы Сергей Собянин, представляя «Москвич» как что-то выдающееся, чуть ли не чудо техники. Сегодня запускает старую модель, вернее, новую модель под старым брендом «Москвич». Это, конечно, историческое событие. Понятно, что вначале мы начинаем с крупноузловой сборки, но через несколько лет, наверное, я надеюсь, я уверен, что Москва будет выпускать уже на собственной платформе. Только на самом деле за всем этим толстым слоем пафоса настоящий анекдот. Новенький «Москвич-3» – это один в один китайский автомобиль «Джак-Джи-Эс-4». Все, что сделали на отжатом заводе, так это наклеили логотип. Даже детали внутри не меняли. Видели «Джак-Джак-Джак», да? Ничего своего тут пока что нет. Это все будет дальше, ребят. Все будет дальше. Пока что радуемся, что вот взяли нормальный какой-то там более-менее автомобиль недорогой в Китае, привезли к нам и делают. Ну и как же без продажных автоблогеров, которые за кремлевские деньги нахваливали бы даже тачку с навозом? Гордитесь, что вы присутствуете при новой истории, которая происходит здесь и сейчас. Я уверен, что она будет очень яркой. Горжусь. Надпись, внимание, по-русски «Москвич-3». По-моему, это единственный автомобиль сейчас, включая «Ладу» единственный, у которого надпись сделали по-русски. Мне почему-то от этого радостно. Мы не просто будем курочить. Илон Маск, ну так, конечно, нельзя говорить. Да, фиксируем. Он точно удивится от того, что мы построили. Собянин весной поставил задачу, которую я на тот момент сказала, что нельзя выполнить. И если вообще ее хоть в каком-то виде выполнят, уже будут героями. Потому что за полгода машина не делается. Но даже они путают новенький «Москвич» и китайский «Джак». Итак, полезли шаг за шагом по тому же «Джак». По тому же «Москвичу», простите. Стоимость такой, как они называют бюджетной машины для народа, в базовой комплектации почти 2,5 миллиона рублей. Или 41 российская средняя зарплата. И тут, внимание. Как вы думаете, сколько стоит аналогичный китайский «Джак»? Всего 800 тысяч рублей. Более чем в два раза дешевле. Полтора миллиона за переклеенный логотип. И, наверное, за российскую духовность. Ты на «Джаке» ездил? Да. То же самое? Вообще один в один? Вот ты говоришь, есть... Это лучше. Здесь более патриотизмом пахнет и любовью к стране. Поняла. А вот тут вопросик. Почему же тогда Путин не ездит на скрепном духовном «Москвиче», а предпочитает «Мерседес», произведенный вражеской натовской страной? Где у нас ремонтные работы? Ремонтные работы в 9 километрах отсюда. Но ведь сказали же, потому что «Москвич» – простой автомобиль, по доступной цене для обычных россиян. А Путин же необычный, как Собянин и остальная российская элита. Они вряд ли будут ездить на «Москвичах». Не по статусу. А какой бы автомобиль выбрали бы вы? Пишите в комментариях. Ну а я пошел готовить новую программу «Давайте проверим». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова